Цель любой водосточной системы – это сбор дождевой воды и отвод ее от здания, защищая при этом стены, отмостку и фундамент от разрушающего действия осадков. Водосточные системы могут нести не только функциональное, но и декоративное назначение, гармонично соединяя в цельную картину кровельный материал и архитектуру фасада. Какой водосток лучше – пластиковый или металлический? В большинстве случаев выбор зависит от условий эксплуатации, типа кровли и стоимости. Так, на металлической крыше из профмастила или металлочерепицы логичнее будет смотреться водосточные системы из металла. К битумной или керамической черепице, как правило, подбирают пластиковые водостоки. Также они более уместны в регионах с повышенной влажностью или агрессивной средой, например, если воздух насыщен солями. Благодаря незначительному весу, пластиковая водосточная система – это единственное верное решение для домов с обветшалой крышей. А хорошая шумоизоляция не позволит пластику во время дождя производить гул, характерный металлу. Металл прочнее, чем ПВХ, но подвержен коррозии. Если защитный слой поврежден, то на металле от воды появляется ржавчина. Также в случае замерзания вода в водостоке расширяется и может деформировать металл. Пластик же при температурных колебаниях также расширяется и сужается, и поэтому не деформируется. Для этого используются специальные уплотнители и компенсаторы. Так как пластиковые водостоки менее устойчивы к повышенным нагрузкам, то кронштейны для таких систем нужно устанавливать чаще, чем для металлических. Пластиковые водостоки стоят дешевле, чем большинство металлических, поэтому часто решающим фактором выбора является ценовой. Долговечность и надежность водостока, как и его привлекательность, зависят от качества водосточной системы и соблюдения технологий монтажа. Поэтому при выборе лучше предпочесть проверенного производителя. Например, пластиковая водосточная система «Альтопрофиль». Здесь можно выбрать серию «Стандарт» для сбора небольшого количества вод или серию «Элит» для больших зданий со сложной формой крыши, а также для регионов с повышенным уровнем осадков. У данной системы желоб имеет увеличенный диаметр 125 мм и защиту от переливания. Белый цвет его внутренней поверхности предохраняет от чрезмерного нагревания на солнце, а продольные ребра в желобе способствуют продвижению листьев и мусора к сливу. Листья не скапливаются и не забивают систему. Универсальная заглушка может использоваться как на правом, так и на левом торце желоба. Муфты желоба имеют эластичные резиновые уплотнители, что обеспечивает герметичность соединений, а ребра жесткости придают системе дополнительную прочность и ударостойкость. Более подробно системы «Альтопрофиль» можно ознакомиться, перейдя по ссылке в описании. При установке водосточной системы нужно строго следовать инструкции. Важно знать, что уклон водосточного желоба на 1 м по нормативным документам должен составлять не менее 1-2 мм. Этот параметр по СНИПам является минимальным, так как если выполнять монтаж строго в горизонтальном положении, то возникнут проблемы с движением воды, она будет застаиваться и переливаться за края лотка на поверхность крыши. Рекомендованный же уклон желоба водостока составляет 3-5 мм на каждый погонный метр лотка. То есть при общей длине желоба в 6 м, одна сторона будет выше другой, примерно на 2-3 см. Или зная, что кронштейны устанавливаются с шагом в 50-70 см, то можно ориентироваться на то, что каждый следующий кронштейн должен быть выше предыдущего на 2-3 мм. Также необходимо знать, что край кровли должен свисать над желобом на 1 треть его ширины. Так вода будет попадать прямо в водосток, не перехлёстывая его край. Далее необходимо проверить расстояние между укровельным покрытием и краем кронштейна. Для этого на окровле можно положить рейку и спустить её до свеса до края крюка. Расстояние между ними должно составлять 30-40 мм. Этот параметр важен из-за того, что если край кронштейна будет опущен ниже, вода, стекая с крыши, будет переливаться через его край. А если его поднять выше, то весной снег, сползая с покрытия, будет образовывать пробку в канавке желобы, что приведёт к деформации или полному разрушению водосточной системы. И прошу обратить внимание на правильность установки водосточных желобов. Если мы мысленно продлеваем пунктивную линию кровли, она никак не должна пересекаться с желобом. Значит, желоб всегда должен на сантиметра два меньше самой кровли. Иначе, если желоб будет стоять препятствием кровли, его сомнёт с ними. Вот. Очень важно. Ещё один немаловажный момент – это правильная эксплуатация. Чтобы сохранить пропускную способность и избежать застоев воды с началом оттепели, необходимо регулярно очищать водосток от мусора и листвы. Сильные же загрязнения можно удалять хлоросодержащей бытовой химии, так как качественный пластик устойчив к подобным реагентам. Спасибо за внимание. Всем удачи и хорошего настроения. Субтитры создавал DimaTorzok